так ну что-то у нас интересного ну не знаю мне в принципе пуш пике такое не очень не нравится однако довольно таки эффективные что я отвлекся здесь так вот собственно все подключились обратно к игре и мы можем продолжать чистый совестью так что здесь происходит у нас есть джей джей я думаю будет наверняка точнее стопроцентно лесной чен лесной чен собственно димит передает привет своей маме соответственно маме своего брата как получается как-то так если ребята что-то неправильно сказал обратитесь ко мне еще раз в общем и в тут в смоках ставит варды видит пенька видит народ контроля здесь руну команда и крен генесис но кстати я не заметила это луна мид вот чё я почему-то думал что великан пойдет мид ну ладно бруда тут пока что занимается своей линии расставляет себе паутинки там все дела интересно будет не подоблюдать я что-то вообще помню ни разу не видел бруду прошлый раз когда я комментировал течис поэтому это бруда меня особо не удивило руну за контролем команда и крен генесис забрали они богатство и богатство внизу что-то хрень какая-то если честно до 2 2 богатства вам походу на первом левле 2 богатство есть что не обращал внимание на это никогда итак у нас фома будет стоять соло против триплей на на топе здесь бруда в соло тоже против ну здесь против даже скорее 1 на 1 все-таки бы стать потому что один на отводах другой в лесу тут такое луна будет огребать по полной программе в миду потому что тинкер все-таки мидер как-то посильнее мне кажется чем луна посмотрим посмотрим на фому уже тут дикеев накидывают дабы он не подходил к репам ну я думаю экшену пока на первых минутах ждать не особо стоит есть только на верхней линии при выходе чем он тут центра нужны все-таки такое луна уже нафармил себе на боту довольно таки быстрый бот у меня получилось на первой минуте уже скорее все просто не закупалась так инзибл огребает огребать инзибл ракеты полетели есть ферсблат от соло от дарклиса точнее ну что я могу сказать вот и мид луна не очень приятно есть стоять против данного тинкера не пропустили мы ферсблат это уже здорово причем тинкер даже тревелов нет не знаю что за фигня сейчас она может его принять нет 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 уходит тинкер нет не уходит ну все-таки уйдет ну ладно здесь на топе все спокойно фура спокойно стоит получает экспу уже второй левел но его накидывают нормально так однако он тоже неплохо такой догнала луна что-то я не обратил это внимание тинкер она в ответ забирает третий левел луна третий левел тинкер все одинаково них единственное что голды больше получил тинкер за ферсблат так на нижней линии у нас ничего прежде не происходит что-то тут с моделась немного на получал как я понял вместе с андайингом дин ли он бегать фуловый самом деле можно убивать спокойно профета здесь посмотрим смогут ли реализовать свою треплу гусь харасит в харассе здесь бороду на плохо пена уже просела ждет на свой сал ринг без него проблематично и так тут что пикает 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 надо убивать я так понимаю а вот испалился и в которой в лесу был не получится здесь убить ладно на меду противостояние прежде продолжается тинкер вроде бы сделал ферсблат но потом умер и скрипами у него все очень плохо прям совсем плохо он 12 тинкер 5 7 уже на на 7 так формат прежде стоит просто эксплу ты лет но кстати он неплохо так уже эксплу получал это тебе не бурдмазер который просто стоит на линии и фармить я даже могу сказать у нее есть шесть крипов люкан тропы 13 ну такое че у нас же джей джей по-прежнему будет а ну же же буду фармить и мекку нормально совершенно здесь у нас прежде мы ничего не происходит ладно обратимся наверно в мид здесь самое интересное пока подблюдаем за этой линии параллельно смотря на остальные луна что у луны луны появляется пока только боттл с тапками 600 голды на руках неплохо настоит мид это понимать инкер или кто кто нет не тинкер джей джей что-то пилик это не какая-то движуха все пришли в мид надо стать а это пуш это собирается пуш на третьем лавой над надо на третьей минуте ну что я могу сказать да прилетает профит дает трентов и сейчас будет пытаться вместе своей командой забрать ты один товар по топа ну что в принципе сразу реализации пика ну tower падает очень быстро для этой минуты прямо вообще замечательно сейчас идеи сэйвить его не не должны команда володя прекрасно понимает что это такое да там спокойно забирают и бруде оставляет линию можно сказать вот почему нет с собой центряка музей джей джей умирает но вот он пожалуйста что же такое бруда выживает фома тоже умирает тинкер ну тут размен два в один и единственное что не хватило центряка был бы центряк я думаю еще бы бруду забрали и спокойно бы пушили это два таура сейчас проблематично все это делать не весел ринг первых скилл на закинет любом случае ну ладно посмотрим на месте команды володи гейминг я бы тоже пошел пушить на самом деле хотя с другой стороны лейт у них тоже довольно сильный там и тинкер там и гуля не знаю как они будут бороться против пуш потенциала команды украины генесис вот и в минус один точнее минус луна и минус бруда загуляла бруда здесь в крипах под центре и все-таки купили центре убили бруду прилетает сюда ив понимаешь дело пахнет жареным надо как-то обороняться есть танчик есть глиф фортификейш но я не я не знаю нужно ли это был в данный момент использовать приходит гусь у него нету маны очень лох и п не знаю что он здесь делает мне кажется стоит идти на базу и летит сюда кто-то летит сюда тинкер по моему если не ошибаюсь светит сюда они сюда летит бруда и гуля нет он данный гуля стоит спокойно фармит ладно фейзена получила себе 34 крипа топ крипстат на карте убивают здесь дарклиса есть подкоп и в ой как хороший дикей тамба пошла это минус луна надо надо дальше гнать гонят джей 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 отправляет на базу гуся гуся не успевает отправить на базу надо джей джей еще убивать за джей погоня закрывают его как-то странно закрыли и приговорил фома сейчас своего однокомандника нужно догонять джей 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 догонят сто процентов скорее всего только говорю что процент теперь скорее всего из руки просто бьет моей вода здорово здесь драка растянулась что тут еще у нас уходит нет и люкан еще умер а профит еще убили все просто думаешь еще могу произойти пока я смотрю как убивают джей джей ну что ж экшен на всей карте у нас происходит счет 10-4 в пользу володи гейминг однако они потеряли полтора таура но это кстати не так критично я могу сказать дать посмотрим на голду 6 минуту ну володи гейминг 3000 прямой 2000 преимущества по голде и 3000 по экспе это ребята такое такое себе занятие гуля в это время просто фармит у него есть фэйз 1000 голды на руках неплохо неплохо себя чувствует этот парень здесь у нас шифатом фармит но у него 22 крипа он встает ровно два раза ну он пушил как бы такое можно взглянуть на нетворс и мы поймем то что они от шифатом встает на целые тысячи а он бруда тут она фармила себя героев только так огромное количество айтемов бруды на 7 минуте 4000 нетворса ну понятно где у них преимущество собственно тинкер зато на меду не сильно себе показал пока что до травелов еще очень далеко стоит под своим тауэром ждет луну я так понимаю либо боится луну луна с третьим бимом дает мне вот кстати тоже луна по идее бралась под пуш здесь соло забирает бруда одного героя идет за леканом лекану тут мало может не показаться нужно бруде возвращаться и добивать леканат лекан умирает даблкилл но это конечно провал полный почему нельзя просто купить центре непонятно так вот луна по идее валась под пуш пик и почему-то они не качать глоевые это очень странно на самом деле бим можно было вообще не качать ну там на единичку максим взять чтобы кого-нибудь зацепить и так далее есть второй лишь рак без стана лишь так умирает еще раз но это полный провал его пучки просто загрызли но я не знаю что это такое во-первых лишь рак без стана это уже очень странно то что просто бруду видеть по полной программе это тоже не есть хорошо мне уже орчит ну не орчит мы все ребят восьмая минута в бруде ворчит вот это такое все занятие на самом деле ну ладно 13 4 счет фама получил 5 на топе опять какой-то экшен убивают джей джей бруда просто в соло против четверых с дабл дэмэджом луны убивает героя вроде бы есть центряки что вам мешает ее за контроль вот сюда вот центряк поставьте ну например все таки здесь основной экшен здесь ваш тауэр здесь его ломает бруда очень странно если как бруда точнее странно то что не ставится центряк вот так вот правильный вот бруда бегать спокойно она ящик все равно вот наконец-то что-то здесь происходит бруду начинают контролить ее нужно убивать у нее есть сайлос почему она его не кидает а сайлос кд она убегает ушла бруда она убила еще паучками заодно гуся опять ну что я могу сказать здесь она попала под центря и фама может ее забрать ее не видит никто нет видит все минус минус чем за забрал фраг не знаю нужен был ли он чену можно было отдать и луния с лекан трупом например ну да ладно ну как сказать ребят как сказать чем топ-3 по нетворсом парень фармит старается что-то делает ну что ж принимается команда юкренин генессис за пуш пока бруда и нету никакой опасности команды соперников для них не представляет там без тревелов до сих пор тингер десятая минута и на хотя это нормально десятые минуты игры чё там тревела не тревела ну хотя он без бутылки они с бутылкой но без соу ринга ну ладно ничего страшного и неужели пойдут на хайграунд сейчас начинают заходить на хайграунд команды украины генессис нужны глоевые луни просто очень жестко нужны глоевые они очень сильно помогают начинают пушить хайграунд очень много юнитов прилетает сюда команда соперников дает луна по ой-ой-ой-ой сайланс сайланс минус бруда так это может быть минус хайграунд ребята это минус т-1 тауэр начинает пилить бараки залетает сюда дарклис гусь может умереть но есть мека бараки то падают ребята чё чё делать-то с ними господи ой еще и сейчас может умереть ли он ли он получает там от крипов чена минус ли он это минус 3 от команды украины генесси это заход такая на хайграунд тинкер сейчас умирает тинкер минус это минус 4 и минус страна как-то вот так как все было плохо как на фиде ли бруду но тем не менее ты минус хайграунд это огромное преимущество для команды украины генесси сейчас посмотрим что у нас там по графикам буквально через минутку но это очень круто я считаю да уж на самом деле это трудно было себе представить после такого фида на бруду но тем не менее команды генесси на 11 минут игры сносит первую сторону так мы приступают они к мид-то урам начинает с пуш есть уже глиф у команды володя гейминг но это не мешает никак их ним оппонентам продолжать пушить пойдут ли они на т2 ну да они все они собрались пятером они уже окончательно решили пушить у них преимущество по бога погалдел уже в тысячу по xp пока в нулях графики сейчас будет влиф нет лев будет на хайграунд залетает замбарь какой хороший ди кипа по по всем пятерым начинается за mess я ничего не понимаю что здесь происходит ещё тинкер здесь без марш машин умирает просто с рассказ то гусь умирает умирает джей джей он без ман и джей джей минус это два media пока что разме на надо догонять лекантроп у соло соло должен умирать есть дарклес 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 умирает дарклес это даблкил постаётся одна бурдая им лекантроп лекантроп умирает от бруда это 5-4 размен в пользу, можно сказать, Боруды. Она сделала ультра килл. А, нет, даблкил, извините. И все, собственно, выиграла, можно сказать, этот замес. Ну что ж, обожглись. Обожглась команда Украины Геннезиса, ПТ-2, Тауэр, Памиду. Нужно сначала делать какой-то минус. Нужно как-то убивать сначала Боруду, потом уже начинать как-то давить на Таура. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим, посмотрим. Зибл улетает. У него ПТ пока только есть. Ему нужно собирать... Ну, во-первых, нужен Некрай, я считаю, команде Украины Геннезис. Тут нужны Некрас, Нафуруч, вот он их собирает в принципе. Так, Шфатум здесь продолжает у нас что-то себе выфармливать. У него есть Владимир Тапак, ему нужен теперь БКБ. Без Некрачей он играет, хотя две пачки Некров это лучше, чем одна пачка Некров. Но, тем не менее, давит одну сторону команда... Ну, это команда Мега Крипов, можно сказать, сейчас будет... Ага, Рошан. Интересно, но тут минус на Миду, и буду забирать Т1 Тауэр. Луну здесь забрели. Забрели Луну, мы пока посмотрим, как умирает Большой Дядька. Ну, что я могу сказать? В принципе, здесь на самом деле команде Украин Генейс везет то, что Тинкер качается не через третий скилл. Вот. Не через третий скилл, и... На самом деле, у меня сейчас очень много вопросов по поводу того... Как его... Насколько целесообразен пик... Это, точнее, игра Тинкера, но... Не ко мне. Просто Гусь выживает на лоу-хп, пошел за ним Ив. Ив тут должен умирать. Ив выживает пока что. И Ив живет. Нет, Ив добивает Волчата, умирает... Точнее, Аегис теряет Ликан. Фома здесь помрет. Фома умирает от Тинкера. Здесь еще есть Гусь. За счет, что испалился, Гусь умирает. Это 2 в 1, и Ликан просто убегает отсюда. Ну, так себе я бы сказал. Вроде забрали Рошана, вроде бы сразу же потеряли Аегис, хотя было это с расчетом на заход на хайграунд, я считаю. Но... Но не предусмотрели то, что могут догадаться соперники. Ликан, Волков не контролит пока что. Ну да ладно. Простим ему это. Что ж. Джей-Джей уже нафармил себе барабаны. Да, тут начинается как-то поддавливать от этого Тауру команде Украины Генесис. Ну ладно, посмотрим. Я считаю, что сейчас пока что действительно... Я только что хотел сказать, что все более-менее ровно, но Володя выигрывает по XP, однако в голде все действительно в нулях. У Гули сейчас уже будут барабаны. 15-е минуты игры, в принципе, вариант с барабанами не так уж и плох. Надо ловить Дарклиса. Дарклиса ловят Бимом, Дарклис умирает. Умирает Дарклис. Луна его забирает. Собственно, вот Иглывы наконец Луну прокачал на единицу. Стоило ли это того? Все-таки пуш потенциалу героя очень хороший. Особенно если есть у него артефакты. Ну, да ладно. Доминатор появляется у нее. Надо приручить какой-нибудь еще... Ой, да это же целый зоопарк. Будешь упушить. Здесь Люкана убивает. Шифатом бежит. Бежит он. Но здесь Бруда замедляет по полной программе своей пассивкой. Она еще и на фейзах. Шифатом умер. Неудержимо уже Бруда становится после своей смерти на топе. 17 на 3 счет Бруды. Ребята, это забейте. Пока что минус Т1 по нижней линии. Идут дальше. Мне кажется, что пуш потенциал еще по-прежнему очень велик. Но он как бы на любой стадии игры будет очень высоким. Я имею ввиду в плане на победу. На победу это очень здорово. Если Фуруч здесь хороший прямой против него без одной стороны играть очень трудно. Он на эту сторону постоянно будет давить Т4. Потом он будет пушить другую сторону. То есть это очень жесткий герой. Он очень сильно помогает команде, которая на первых минутах получает себе преимущество. Станется Ив. Нет, Ив не умирает. Надо забрить этот Т2 Таур. По крайней мере, боятся пока что играть в команде. А тут пушится Т3 Таур в исполнении Бруды. Просто она не жалеет ни себя, ни соперника. Шифатом пробует ее отпушить. Как-то есть... А, Шифатом сейчас опять умрет. БКБ к нему почти долетела. Ошибается здесь Брудмазер. Надо делать Шейп Шифт. Надо ее убивать. Купи ты себе Центря. Я не знаю. Что-нибудь купи. Надо добить. Там Луна делает даблкил. Сейчас могут выиграть игру. Просто Украинен Генесис. Ну, сгоняй ты на базу. Купи Центрей. Господи. Купи Центрей на базе. Улетает Бруда. Ну, на базу. Купил он до Стыну поздно. Надо было это раньше делать. Совершенно пока он там еще их переложит. Он забейте. Ну, здесь уже бараки. Летят бараки. Пушат барак, который регенится. Надо допушить эти бараки. Но никак этого не сделают. Потому что, ну, тут догрызут уже их. Суицид просто в бараке. Еще тычку успевает дать Лешрак. Надо добивать здесь этих пацанят. Ну, что ж. Остается один барак. 190 хп. Фуруч залетает. Это минус барак. Ну, не знаю, что здесь сказать. Здесь очень сильно, я считаю, ошибся Ликантроп на базе. Потому что нужно было просто бежать на базу. Брать Центря до Стыни. Не знаю, что там. Что только не можно было. И все. И убивать эту бруду. Так, конечно, с байбэком. Но, тем не менее. Ну, как минимум развили бы на байбэка ее. Вот. И, скорее всего, пока она там байбэчилась. Туда-сюда. Может быть, еще и Тауру бы спушили. Так она улетела. Остался этот единственный барак. Ладно, посмотрим. Так, Ликантроп по-прежнему. Ну, он просто фармит. Пока что ждет своего БКБ. Это очень ему было бы кстати. Фуруч уже с Некрами. И сторона по-прежнему летит. Сторона по-прежнему летит здесь. Ну, посмотрим. Так. Шифатум. По-прежнему фармчите. Все время обращаю на него внимание. Гусь, Бруда. Бруда будет нападать. Она не постесняется. Она убьет. Она убьет. Видите, Фуруч просто летит отсюда. Гусь приплыл. Гусь умирает. Зверствует просто уже Бруда. Надо еще цеплять Инзибла. Если Инзибл сейчас умирает, а он умирает, это минус хайграунд. Сюда летит Тинкер. Это минус хайграунд по миду. Вот два парня, которые не помогли пока своей команде. Но! Есть Фуруч. Он давит линию. Пришлось Тинкеру остаться на базе. Но там минус Барак оформляет Фурион. Очень-очень трудно играть для команды Володи. Если они сейчас делают минус 5, им нужно просто в трон идти. Потому что иначе... Ну, во-первых, стоят все Таура, кроме мида. Я сразу могу этому сказать. То есть, мы все прекрасно понимаем. Это минус Т3 Тауэр. Пока что минус только Т3 Тауэр. Пытаются как-то сбрить Бараки команды Володи. Гейминг ждут, ждут Луну. Луна возродится с ультой. Ульта есть. Шейпшифты нет. Ну, сгоняй ты на базу пока. Господи, чтобы у тебя была мана. Переставь ПТ на интеллект. Потом обратно вернешь. Тоже... Это же все довольно-таки элементарно делается. Вот, ему раздают Арканы. Он дает Хаваль. Надо бежать. Добивает команду соперников. Здесь идет Стан от Леона. Надо улететь в кого-то. Ультит им кого-нибудь уже. Просто ультани. Не ультит Леон. Леон умирает. Гусь умирает. Здесь есть ульт от Луны. Просто ужасный. В БКБ Гули. Но последний Бим залетает. Луна выживает. Однако не отпустит ее. Здесь Бруда. Нужно юзать Дасты. Дасты. Надо юзать Дасты. Дасты. Юзни ты. Ну ладно. Так. Убили. Нормально. Нормально. Все-таки все правильно сделал. Не получилось. Не получилось нести сторону. Полностью. Отдефились хоть как-то. Член неплохо управляет своими суммонами. Ну да ладно. Ну да ладно. Ну да ладно. Здесь горит реально Т4 Таура. Тинкеру по-моему пришлось сделать байбэк. Нет. Байбэк он не делал. В общем Тинкер возродился. Дефейт базу. Тинкер пока что. Не знаю. Мне никогда не нравились Тинкеры через первый, второй. Такое все занятия. Мне больше нравится марш-машин. Ты летаешь. Ты пушишь. Ты отпушиваешь. А тут тем более против тебя пуш пик. Ну ладно. Выбор за игроком все-таки, а не за комментатором. Поэтому будем считать, что он был прав. Варит Тинкер сходу догон. Даггер у него есть. Еще один марш улетает. Правильно. Что-то ловить. Что ж. Это заход по мидлейну. Остался один мидлейн у команды Володи Гейминг. Они играют без двух сторон. В свою очередь снесли только казарму магов. С командой соперников. Динаица Т2 Тауэр ждут сразу на хайграунде. Ждут сразу на ХГ. Нету глифа еще 10 секунд всего лишь. Я думаю успеют дожить. Люкан только подходит к хайграунду. Ничего не боятся команды Украины Генетис. Это очень глупо с их стороны. Сейчас их поймают. Они все поумирают. Это все. Это ГГ. Пока что Джей Джей пытается спилить под БКБ. Его нарезает Бруда. Он умирает. Нужен байбэк. Байбэка нету. Финкс Гриб. Минус 2. Вот я говорю надо идти все вместе. Что ж вы делаете? Здесь Ликан под БКБ не под БКБ. С руки унижают его по полной программе. Луна еще остановилась. Зачем-то дала Абим. Теперь она тоже умрет. Это она делает ТП. Сбить нечем. Улетает. Ладно. Молодец. Тут вопросов 0. Улетело. Это минус 4. И ничего спушить не удалось. Однако крипы давят. Давят. Просто базу уже наконец. Ну знаете. Такое занятие себе здесь. Ладно. Сейчас узнаем. К чему. Просто я считаю, что сейчас если еще раз так пройдутся Ukrainian Genesis, они проиграют игру. Но лично мое мнение сейчас. Потому что Бруда, когда его так нафидели, это очень жестко. Это очень жесткий герой. И вот здесь в нулях опять же график по Галде. Икспа просто вся в пользу Володи. Весь рейдж Гули ушел в Глиф. Цепляет Бруду. Бруду цепляет. Нужна просветка. Просветка нужна. Ульт в никуда. От Луны. Ну что могу сказать. Пока что барак сохранили. Барак сохранили. Фуруча нету. Фуруч не боеспособен. Фуруч он больше как пуш герой. Сейчас волки грызут Ива. Ива грызут волки. Даются еще и молнии. Волки продолжают грызть. Волков сейчас могут убить. Волков не убьют. Волки продолжают бежать. Сбивают Урлу. Бегают все еще за ним. Бегают. Извините. Продолжают. Ну нет. Убить его не убьют конечно. Ладно. На хайграунде по прежнему. Теперь уже дефицит команды Кринги Нейси. Туда и сюда склоняется эта игра. Довольно интересная она на мой взгляд. А Мадеус умирает. Ой-ой-ой. Вот оно что. Чен убивает Гулю в соло. Причем что у Гули есть рейдж. Ну не знаю. Прилетает сюда Тинкер. Тинкер начинает драку. Дает даггераут отсюда. Зачем? Что рефрешится кинь-то туда сначала. Полетели ракеты. Все. На догон маны нету. Боже мой. Не надо больше этого делать. Тинкер улетел. Ладно. Ну. Блин. Братан. Старайся. В следующий раз получится. Но тут уже горят все стороны. Точнее две стороны горят. По миду сейчас бегут. Бруда умерла. Ее не будет 60 секунд. Но они не знают, что она без байбека. Поэтому пойдут, я думаю, на хайграунд. Бруда почти вытащил эту игру, я считаю. Сейчас уже ничто не спасет, скорее всего. Без бруды будет очень трудно. Однако марши плюс тамба. Зайти будет трудно. Гусь без раскаста практически. На диаболики хватит. Стоять под маршем, ничего не бояться. Гусь просел на все хп. Дает диаболики. Все, что от него требуется, это диаболики. Все, можно умирать. Можно умирать, Гусь. Отвел на себя двоих. Здесь еще умирает и Фуруч. Есть физгрим. Как раз таки все по тому же Фуручу. Пытается драться здесь Инзибл. Но здесь просто Гуля решает. Его убивает Некрачи Фуриона. Улетает отсюда Шифатом. Но зачем он отсюда улетел? Здесь раздает просто Инзибл. Инзибл не выживет здесь в вочном поединке. Но убил, по крайней мере, Анденго за собой. Минус Т3 Тауэр. Все. Не знаю, если бы Шифатом остался, я думаю, они бы снесли бы еще и барак. Ну, возможно, снесли бы барак. А тут Чен еще поддавил. Поддавил Чен. Приостанавливает игру Тинкер. Байбэк от Анденго. И мы, пожалуй, поставим вот так вот. Что-то там со Скайпом, говорят игроки. Да ладно. Ну да ладно, ну да ладно. Так, игра возобновляется у нас. Сейчас мы включаемся в игру. Так, что тут на клавиатуре нашел. Вот, ну, вроде бы включился. Сейчас, подождите. Куру убили. Куру убили. Убили Куру у тьмы. Ой, у света. Точнее, бараки пилит Эншент Чена. Эншент Чена спилил барак. Он сейчас может сделать мега крипов. Да пусти ты. А, нет. Ну, я не знаю. Марш-машин же бьют, по-моему. Или пофиксили эту херню. Не знаю. Короче, ладно. Т4 горит. Все. Ну, это поражение, я считаю. Если только бруда сейчас соло там всех не переубивает, не спушит трон. Ну, что ж. Все-таки пик был реализован. Хоть и много умирали, хоть и много было ошибок. Тем не менее, без трех сторон действить практически невозможно такими героями, как у Володи Гейминг. Поэтому, скорее всего, они умирают. Вот здесь есть Тимкер, который уже с вторым догоном. Третьим догоном, Ладда. Хекс не нужен парню. Какой-нибудь, например. Вот. Ну, да, ничего страшного. Я думаю, команда еще себя покажет. Вот. А пока что умирает Рошан здесь в исполнении команды ЮДЖИ. И это, наверное, ласт за охотных игроков. Да, он сейчас будет. Они просто снесут последний барак и добьют трон. Ну, пока есть шанс. Просто Бруда, Бруда, она очень жесткая. Хотя на фарме остановилась сейчас временно. Но, смотрите, золото в минуту Бруды 700 почти. Это же очень жестко. Общая ценность Чен на втором месте идет. Чен на второе место по общей ценности. Ой, он очень жесткий. Опять приостановили игру. Не снова возобновили. Говорят, сори. GG очень жирный. 15-й левел. Сейчас будет выхиливать еще больше. Есть некорочи у Чены еще вдобавок. Есть смок. Ну, все. С двумя пачками некорочей тут ничего не сделаешь. Гуля пока что что-то ничего не нафармил. 05-14. 9000 нитворца. Хотя вроде фармил. Вроде 130 крипов. Ну, хотя минут... Ну, 27 минут мог бы побольше артефактов иметь. Но, с другой стороны, их пушат постоянно. Фармить-то негде. Остались только мега-крипы. Так что, ничего страшного. Здесь монта на луне. БКБ не стал собирать. Ну, ладно. Без БКБ, значит. Смока должны юзаться уже. Подходит к шифатму. Нужно юзать смоки и идти дальше. Шифатму добивает последнего крипа. У него тоже появились некорочи. Решили запушить полностью. Есть смок. Можно заходить. Можно заходить, причем, через нижнюю сторону. Да, именно так. Здесь марш машин. Думаю, не стоит идти. Но, все-таки идут, идут. Не боятся маршей. Ну, смок спадает. Но не весь. Только с трех героев. Член в этот момент заходит по миду. Тут крипы с всеми остальными заходят под нижней линией. И все. Можно просто впиливаться в барак. Нету глифа. Глифа... А, глиф есть. Глиф есть. Надо жать глиф. Или будут жать глиф на АТО. Там очень жесткий какой-то замес. Гусь умирает. Все умирают. Надо добить барак. Надо его добить. Но юзает глиф. Это минус 2. Это минус лун. Это минус 3. Остается двое. Двое остаются. Пытаются спилить этот барак. Единственное. Аегис. Аегис умирает. Все-таки остается... Сбивает ему Аегис. Он еще и умрет. И если сейчас пойдут в финальный пуш. Но они не смогут, скорее всего. Но попробуйте. Буйство от лайфстиллера. Парень, который шел 0 на 5. Он доказал нам, что он может кого-то убить. 3200 на руках. Идите по миду. Ребята, нужен тинкер на базе. Тинкер нужен на базе. Иди на базу, брат. Ты нужен на дефе. Тинкер и дота зависло. Но он, тем не менее, ходит и убивает. Там было очень много суммонов. На самом деле, игра очень интересная, я считаю. Но там один Леон. Ну вы что, ребята? А где же помощь? Ну здесь есть ондайн. Но боюсь, что не смогут отдефить. Уже двое есть. Байбек от Луны. Ой, еще есть байбек Уликана. Они пытались. Ребята пытались. Но все еще не потеряно. Правда, есть шеф-шифт. Есть шеф-шифт, но нет ульты от Луны. Можно заходить бить Барак. Убьют этих двоих. Точнее, ну, если сейчас минусанут Луну, я считаю, что, возможно, они смогут еще и победить в этой катке. Сейчас посмотрим, что будет. Пилят единственный Барак. Гуля, Гуля, ошибается. Гуля, Рейдж, вруби, иди миссись. Гуля, вруби, Рейдж, иди убивай. Зачем бить крипов, господи? Убей ты команду чужую. Есть стан, но там Рейдж. Гуля, что ж ты делаешь, брат? Гуля на лоу хп уходит. Ой, инвизибл умирает. Умирает инвизибл. Гуля возвращается в драку, начинает пилиться. Но Гуля сейчас умрет. Гуля умирает. У него есть байбэк. Не надо гнаться за командой соперника. Тебе нужно было бить Барак. Джейджей пытается жить до последнего. Умирает Джейджей с байбэком. Бруда, Бруда с байбэком. Все нормально. Бруда бегает по базе. Нужно просто ее просветить. Здесь вторые не края. Барак стоит. Барак стоит. Гуля сделал байбэк. Нужно как-то дефиться. Купил он Яшу. Ну, не знаю. Нужно было просто суицид делать в Барак. Если же на то пошло, а не бегать за командой соперника. Лишак наформил себя на третий Некрачи. Третий Некрачи. Тоже очень жесткий айтем. Вот фурен, пожалуйста, спушил, подпушил. Все сделал свои дела. Улететь надо на нижнюю линию. Ну, там делать нечего совершенно. Призывает трентов. Идет дальше. Не боится. А я в пульту дал пока только. А здесь утром остается 750 хп. Утром 700 хп. Фурыч. Фурыч идет. Некрачей нет. Зато есть трента. Трента сейчас пойдут просто. И доломают этот трон. Умирает здесь еще тем более Леон. И все. Это ГГБП. Ставится пауза. Это как обычно, собственно. Ничего тут неудивительного в этом нет. Умирает трон. Это ГГ. Грац. Ну что, пока что все. Пока что на сегодня мы, наверное, прекратим. Ну, ненадолго. Можете, в принципе, остаться. Возможно, будет еще одна игра. Возможно, даже с одной из тех команд, которые сейчас здесь у нас присутствовали. Так. Нас по-прежнему мы, пользуясь случаем, тут рассматриваем, кто лучше играл. Бруда тут, без сомнения, MVP матча. Однозначно. Просто 27 на 6. Играла здорово. Собственно, чем и порадовало. Продолжение следует...